Автомобильные пробки – это, наверное, один из самых неприятных моментов в водительской практике. С каждым годом заторы становятся все более масштабными, заставляя автовладельцев простаивать часами в бесконечных дорожных очередях. В этом видео вы узнаете о самых больших пробках в истории, а также рейтинг городов мира с самым загруженным движением. Впервые большая пробка из средств передвижения образовалась в штате Вашингтон в 1969 году. Причиной тому стал фестиваль рока под названием «Вудсток», очень популярный в то время среди молодежи. В результате чего на Нью-Йоркской магистрали образовалась длинная 32-километровая пробка, которая длилась все три дня фестиваля. Атмосфера в транспортной очереди была расслабленная, пассажиры болтали друг с другом, устраивали пикники на обочине. Кто-то из-за плотного транспортного потока решил повернуть назад, однако многие побросали свои машины и шли остаток пути пешком. В конечном итоге в фестивале приняли участие более 500 тысяч человек. Тогда самые известные исполнители добирались до Вудстока вертолетом. До этого момента подобных случаев застоя зафиксировано не было. Далее отличился 2005 год. На тот момент в штате Техас было объявлено серьезнейшее штормовое предупреждение. Надвигался сильнейший ураган Рита, и жители огромным потоком ринулись убегать. И практически каждый из них выбрал для этой экстренной эвакуации 45-ю магистраль. В результате дорога ознаменовалась не только массовыми дорожно-транспортными происшествиями, но и сделала водителей заложниками 160-километровой пробки. Дорожный затор длиной в 175 километров был зафиксирован в 1960 году, но уже во Франции, от Лиона до Парижа. Его появлению способствовали плохие погодные условия и огромный поток машин, возвращающихся в город после выходных. Зимняя погода может застигнуть врасплох даже бесстрастную Россию. В конце ноября 2012 года сильный снегопад спровоцировал 200-километровую трехдневную пробку на трассе М-10 между Москвой и Санкт-Петербургом. МЧС России расставила вдоль дороги палатки, где водителям предоставляли горячую еду и консультации психологов. А в 2008 году в Сан-Пауло была зафиксирована самая длинная пробка. Ее протяженность, а это целых 292 километра, официально считается абсолютным мировым рекордом. По оценкам специалистов, в пробке находились 3,5 миллиона человек. Автомобильный хаос стал результатом желания большинства жителей города выехать из него в преддверии религиозного праздника. 2010 год и Китай ознаменовались самой длительной пробкой. Начавшаяся 14 августа, она длилась целых 12 дней, чем довела многих водителей до отчаяния. Ведь спать и есть приходилось прямо в машине. Этим сразу же воспользовались сообразительные уличные торговцы, предлагая автовладельцам обеды по завышенным ценам. Причиной 260-километровой пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции внутренняя Монголия в Пекин в сочетании с автодорожными работами. Но кроме этого рейтинга социологи также составили еще один – города с самыми большими пробками за год. Компания «Кострол» совместно с производителем навигаторов «Том Том» изучила дорожное движение в 78 городах мира. За основу рейтинга эксперты взяли данные навигационных приборов GPS, установленных в автомобилях. Эксперты учитывали среднее количество остановок по мере движения потока, которое за год совершает водитель в том или ином городе. Как оказалось, самым загруженным городом мира стала столица Индонезии – Джакарта. На втором месте по загруженности оказался турецкий Стамбул, а третье место досталось Мехико. Хотя Москва и не оказалась самым загруженным городом мира, радоваться все же нечему. Дело в том, что российская столица заняла пятую строчку рейтинга, пропустив вперед индонезийскую Сурабаю, а Санкт-Петербург занял шестую строчку. Кроме него в десятку самых загруженных также вошли Рим, Бангкок, Гвадалахара и Буэнос-Айрес. А вот самым удобным для автомобилистов оказался финский город Тампера. Следом за ним Роттердам, Братислава, Абу-Даби, Брисбен и Антверпен. Пробки актуальны всегда и для всех стран земного шара. Но у нас всегда есть выбор, поэтому некоторые пересаживаются на общественный транспорт, метро, другие выбирают мотоциклы, велосипеды или вовсе ходят пешком. Друзья, ставьте лайк, делитесь этим видео и подписывайтесь на канал Култаймс. Субтитры подогнали Симон.